Я и в волне, и общаюсь как будто сами собой. С Бобеком поддерживаешь общение? Нет. Часто не общаемся, но... Как? Там по поводу концертов, по поводу музыки, а так... Я вообще на самом деле мало с кем сейчас поддерживаю общение, чтобы ежедневно переписываться. Естественно, это мои родственники, с кем я с подружкой тут общаюсь, и... ну и так. Нет такого, чтобы я каждый день с кем-то переписывалась. У меня это, если честно, угнетает. Ну, типа, вот. Что думаешь по поводу мобилизации войны? Есть знакомые, кого забрали? Слава богу, из моих родных, знакомых, никого еще не забрали. Но я думаю, что... Что я думаю? Ничего хорошего я не думаю. Что я могу по поводу этого думать? Сейчас всех отправят на войну. Половина, даже больше половины оттуда не вернутся. Рождаемостью пойдет. Потом просто не нужно будет удивляться, что девушки внезапно полюбили девушек. Короче, это просто полный трэш. И так мужиков не хватает. У нас в России хороших. А это еще на войну. Я это все переведу в шутку, потому что, ну, как бы, я не хочу... Я не ребенок. Так, давайте, пожалуйста, вот эти вот... Ребенок, не ребенок между собой. Не надо, я не хочу тут... Вести переговоры. Сколько по времени красили? Красили по времени с... Часу до пяти. Вот. Сейчас так съезжу на маникюр, а потом приеду и так сделаю. Чик, чик, и все с умой. Ладно, давайте еще пять вопросиков, и я пойду. Вообще, надо заходить в эфир? Это вообще как-то влияет или не нужно? Интересно, неинтересно? Было сказано, 300 тысяч, а уже 900 тысяч. Там сейчас прокуратура занялась. А то глухих берут. Даже приходили тем, кто неживой. Чего? Охереть. Будет так долго. Потому что я до сих пор помню, как это началось под утро. Мы не спали. Думали, что вот завтра все это закончится. По итогу день, два, три, четыре, пять, месяц, два. Полгода. В России когда? Пока не планирую. Привет. Привет. Все знают, как... ...пока что. В России пока не собираюсь. Привет. И как такую красоту смывать теперь будешь? Да, обычно? Мне, если честно, без макияжа нравится больше. Поэтому спокойно пойду в душ и смою. Просто по колене и не хочется идти. Молодцы. Сейчас нужно будет ехать в другое место. Красивый макап. Спасибо. Как дела? Дела все хорошо. Ну так, моментами. Настроение, конечно, у меня подпрыгивает каждый раз. С Яна Шофеевым общаетесь? Иногда списываемся. А с кем живете за границей? С девочкой? Ты любая красивая. Спасибо. Помню, я был момент, когда ты выкладывала фотку с мужчиной, точнее, руку, и многие думали, что это Бабек. Да, это, потому что у Лени руки тоже в татуировках, и у Бабека руки в татуировках, и все думали, что это он. Ты с Захаром Соленко что? Нет. Мы с Захаром Соленко даже не общаемся. Почему ты уехала из России? Так захотела. Убедила. Без него лучше. Конечно же, без него лучше. А в каком городе вы живете? Амман. Ну что еще, давайте пять вопросов интересных, и все, я пойду. Чтобы я понимала, что я не зря заходила в эфир. Крис, а сколько время? Кристин, сколько время? 7.28. Потому что мне не показывают из эфира. Родом, откуда родилась, в городе Чистополь, потом жила в Казани, потом в Москве, потом в Казани, потом в Москве, потом на Сейшелах, потом опять в Москве, потом в Казани, потом... А? Сейчас все, я заканчиваю уже. Алина, что думаешь насчет войны? Что будет интересно вообще? Я ничего не думаю, поэтому я только желаю мира, чтобы поскорее все это закончилось. С Бобеком хорошо обещаетесь? Общались всегда хорошо. Я все жду, когда выйдет уже песня, моя любимая его. Построила бы отношения с Бобеком? Не знаю. Могу сказать, что у меня была к нему симпатия. Ну, такое, чуть-чуть. Но нет. В Чистополе сколько я прожила? Все детство. Если полетите в Канкун, дайте знать, я тоже прилечу. Хорошо. В общем, ладно, все, пошла. Поваляюсь чуть-чуть. И поеду на Маннику. Всем хорошего вечера. Желаю. И улыбайтесь, любите друг друга, царуйте друг друга, обнимайте друг друга, кушайте вкусно. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok